Вечер добрый, друзья! Последний четверг этой осени, и мы после небольшой паузы возвращаемся в студию, в эфире передачи «Натуре» в студии Михаил Меркулов, Максим Киселев. И сразу мы сегодня поговорим с нашим приглашенным гостем, подведем итоги Еврокубков. Это представитель, руководитель команды «Успенская» Ильдар Зарипов, чья команда таким чудеснейшим образом вышла в плей-офф Кубка ЛФЛ. Ильдар, привет! Да, привет, всем привет! Да, действительно, получилась какая-то, наверное, сказка даже, можно так сказать, потому что уже после пятого тура мы не верили, что пройдем дальше, но в итоге... Мы не верили, журналисты, а вы тем более, да? Ну, тем более, я уже написал, что все, Еврокубковая компания наша закончилась, но по итогу спасибо большое «Империалу», «Дворстрою», что помогли нам так, вытащили нас за уши, как говорится. Скажи, пожалуйста, вот ты действительно после пятого тура написал все, ребят, спасибо за Еврокубки? Ну да, так и было, я написал в чат, когда проиграли «Дворстрою», причем игра была хорошая, мы выиграли 2-0, по итогу дома проиграли 4-2, и все, по всем раскладам открываешь, и видно было, что все, пройти дальше не получится. Я всем написал, я говорю, да, все, остался только чемпионат, да, сосредоточимся, будем тогда здесь выступать. Хотя, как бы, планы у нас на Кубок ЛФЛ были. А никто не взразил тогда в чате, когда написал? Нет, вообще никто. То есть вообще не один? Все вас приняли, да, после «Дворстрою». Ну и в раздевалке была тишина, все как понял, что да. Ну а кто все-таки посчитал потом расклад, что шансы есть? А посчитали это после того, как «Империал» каким-то чудесным образом обыграл дежавю на выезде на северо-западе. И тогда математически получился все-таки у нас расклад, что мы можем пройти, но при определенных условиях. То есть там получалось пять мячей, вот, ну и дальше мы, получается, едем в воскресенье с утра на выезд. Забиваете восемь? Да, у нас разница должна быть пять, забываем восемь, получаем шесть от команды, которая за пять игр пропустила. Она забила только три за пять игр, и нам за игру забивают шесть, ну, в нашем стиле. Вот, и все, и мы как бы опять, тишина, все ждут, все ждали «Дворстрою». Вот, а туда уже как раз и перешел Дима Леонтьев в аренду. Вот, я Диме написал, говорю, что с меня простава, если будет результат положительный. Ну вот так «Дворстрою» нас не подвел. Леонтьев на колотил там? Ну, честно, даже не узнавал. Мы обычно, зрителям напомним, мы идем по алфавиту с группа, но я напомню, вашу группу, группа Еги, «Дворстрою Сити» был, «Дижавю Монолит» и «Империал». «Империал» вы здесь дома, по-моему, накидали там. Семной. Семной, да. Комментировали, да, встречу, да. Да, и я был уверен, что здесь, ну, как бы, точно будет разгром. Я думаю, даже в Успенске я не буду смотреть, думаю, ну, там с югом даже неинтересно. А тут открываешь 6-8. Ну, надо, понимаешь, когда в Успенске, это уже интересно. Поэтому здесь команда может в любом случае сыграть, как никто не знает, что от нас ожидает. Ну, это самая веселая команда, наверное, в Западе, да, в Успенске? Ну, я думаю, что да. Вот в пятом туре вы, собственно, играли в «Дортрой Сити». Скажи, пожалуйста, 2-0 вели, наверное, очень обидно было тебе. Хотя, в принципе, в втором тайме «Дортрой Сити» был, наверное, получше. Получше, но это вообще наша проблема этого сезона, учитывая то, что мы во многих играх выходим вперед. И то же самое было на Кубке России, на чемпионате России, с ВКСП мы вот в эти выходные. Когда мы ведем, мы не знаем, что делать. Мы начинаем, мне кажется, внутренне бояться просто, потому что команда все-таки у нас молодая. И ребята начинают, ну, потрясывать их. Не знаю, что дальше делать с тем преимуществом. То есть, если там опытная команда бы взяла засушила, например, ну, это всегда даже в этом футболе, в этом формате еще легче это делать. Заменками перебить, там, мяч повыбивать. Мы начинаем нестись вперед. И от этого такой результат. Конечно, обидно было. 2-0 уже так было, в принципе, я думаю. Ну, если мы выиграли, в принципе, мы уже обеспечили силы. Ну, да, да. А так устроили эту мелодраму какую-то там с концовкой. Прошлый розыгрыш Кубка ЛФЛ, сейчас эта группа далась как-то легче вам, мы вышли спокойно. У нас также был, получается, Дорстрой, тот же, только Нижгары тогда назывались. Ну, та команда была намного, мне кажется, Нижгары были посильнее, чем Дорстрой. Даже и по игрокам, по игре. А то вратарь Низрюхин был, да, который вратарь сейчас ушел. Да, Крыжановский там тоже. Крыжановский поиграл там, да. Да, Крыжановский нам любит забивать очень. Он, кстати, и забивал он в прошлом сезоне, да? В прошлом сезоне, да. В Кубке ЛФЛ, да. Здесь причем на Осет, мне, по-моему, забил. Да, кто у нас, получается, еще в группе были тогда. А, с северо-запада Сфера и с юго-запада вроде. А, с юго-запада, да, была команда вроде. Нет, группа, да, легче намного далась. Ну, хотя и в тот раз по жеребьевке мы смотрели, так повезло. И когда эту группу увидели, ну, подумали, что должна вообще выходить. Ну, я даже не думал, что что-то может случиться, что мы не выйдем из группы. Потому что, в принципе, северо-запад и юг – это уже плюс. То есть, для Кубка ЛФЛ это… Ты знаешь, когда первая мысль, он самая правильная. Эльдарс, первая мысль была – мы выйдем из группы. Мы вышли, но такими попытками. Мы вышли, да. Там, благодаря так звезды так сложились. Эльдарс, скажи, пожалуйста, вот мы в начале сезона так посмеивались над Дмитрием Леонтьевым, когда мы его взяли к себе, о том, что он уйдет, пятый-десятый. Но, честно говоря, мы не верили, что так быстро это произойдет. Вроде бы и команда по возрасту вроде бы его, и он играл на Западе всегда, и вроде бы есть какое-то там и поощрение и так далее, да, и раз он уходит. Неужели вопрос за длинным рублем настолько? Нет, здесь вопрос вообще не в этом касается никаких денег. Здесь просто конфликт с тренером произошел, и получилось так, что Дима понимал, что играть он не будет при этом в тренере. А уходить окончательно он не хотел, вот, и поэтому, потому что с ним у меня очень, ну, хорошие отношения сложились, положительные. Вот, и поэтому приняли решение совместно, что он идет в аренду. Вот, так что сейчас осталось вроде 6 или 7 мембер, и будем ждать обратного. А, ты ждете обратного? Да, я иду обратного. Ну, скорее даже вернется с чем-то. Я думаю, процент на 90 даже. Ну, и такой вопрос касаемо, естественно, мостика, подводя, кто, с кем был конфликт с тренером, вот, переломный момент был съезд чемпионата России. Да, вы поехали, поехали своим составом туда, было три поражения у вас, три поражения, но, я так понимаю, для тебя они были болезненными, да, все-таки, наверное, немножко на другой рассчитывал. Ну, изначально, если все, как уж правду говорить, я, ну, как мы играем в чемпионате, я, ну, спрашивал в сцену, ребята в раздевалке, заходил, говорю, вы сами хотите ехать на Россию, есть нам смысл? Ну, по деньгам это достаточно приличный бюджет, отправил туда команду. Ну, понятно, что всем хотелось ездить в ноябре на юг, немножко это, насладиться солнышем, как говорится. Поиграть в футбольчик, так скажем, да. Вот, и вот здесь как получается то, что, изначально были опасения, что мы выступим не особо там хорошо. Ну, в принципе, они и были правильно, адекватные, потому что действительно... Да, команда тогда шла, как раз все, ну, поражения были, ну, выглядело у меня очень. Но все-таки приняли решение, мы что все-таки обещали, я обещал изначально, что поедет. Да, многие уже и отпуска подстраивали, потому что часть, ну, большинство команды работает. Вот, и полетели. Ну, то есть были там серьезные разговоры и перед поездкой, и там, когда уже прилетели, перед началом турнира непосредственно. Ну, вот, ну, так сложилось то, что, ну, во-первых, группа попалась очень тяжелая. Тяжелая, согласись. Группа смерти мы, да? Ну, да. Ну, сразу, да? Жеребевки еще. Газпром, то есть все команды тоже, они так же играют на КФЛ-ах, на чемпионатах России, то есть всегда их видишь. Я уже сидел в зале, когда на Жеребевке, потому что, думаю, вот это нам еще прям сверху послали еще подарочек, да. И еще, когда вышли, а из три же команды было, когда выходили в плей-офф, то попали еще и на хозяев, на трактор. Ну, да, с третьего места, получается, на Сочи, на Сочи, там, при всех трибунах, на трактор. Ну, и причем в Сочи-то тоже опять матч, 1-0 мы вывели, но, как обычно, не повезло нам. Ну, и то, что не повезло, сами эти игры мы проигрывали. То есть в этом году, если брать заявку в прошлом году на чемпионат России, состав был просто в разы сильнее, я считаю так. Потому что много было футболистов, очень квалифицированных, но сложилось так, что выступили еще хуже. В том году у нас была даже ничья с волной, мы зацепили, ничего не было, по-моему, сыграли. Финалист. Финалист, да. Турниры этого, последнего. Да, да, да. Вот, а так там, да, мы калмыкам проиграли, тоже как с трактором, матч за выход в плей-офф. Да, да, да. Ну, а здесь, как бы, ну, и по игре команда смотрелась, но чего-то не хватает. Я всегда, как бы, упрежь того, что нужен коллектив. Без коллектива, как бы, в таких футболистах у тебя не было, ничего не получится. Не брать футбол за полем понравился тебе, вот, эти Сочи? Сочи очень достойный турнир. Нет, 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 я имею в виду коллектив. Коллектив? Не брать игру твоей команды, я имею в виду, вот, то, что происходило за полем, тебе все понравилось? Я в этом году, честно сказать, что я сторонился от команды за полем. Здесь в том году я вместе с командой жил, в этом году я жил отдельно, потому что совместил тоже свой отпуск, как раз с этой поездкой. Ну, вот, и хотелось немножко тоже отдохнуть, хоть от работы там перевести дух. Поэтому, в принципе, может, ну, я скажу так, что эти Сочи для команд сложились хуже, чем прошлые. Ну, это безусловно. На сто процентов, во всех аспектах. То есть, вот, поставим так вопрос. Хотел еще один вопрос задать по игре с трактором, раз уж мы вспомнили Адверскую команду. Эрик Корчегин очень мало в этом матче сыграл. Вообще, чуть ли не во втором тайме он вышел. То есть, провел. Нам это очень резало глаз, потому что во всех матчах Эрик Корчегин выходил, ну, я имею в виду в чемпионате, да, и в Еврокубках. Он выходил в старте, и его меняли крайне редко. А вот с трактором он просидел почти весь первый тайм, даже если вообще не весь первый. И вышел только во втором тайме. Это решение главного тренера на тот момент? Ну, в тот момент, да, я вообще не лез. То есть, тебе это не бросилось, да, в глаза в матче? Нет, ну, как бросилось в глаза. Каждый должен заниматься своим делом. Есть тренер, он должен ставить игру, во время игры должен распоряжаться, создать и произвести замены, улучшать игру, усилять ее. То есть, я же не буду подходить, чтобы там просить. На этом уже крайние меры, как говорится, что если что-то совсем не так идет. Вот, но хочется, наверное, чтобы все-таки люди до конца свою работу полностью от иду делали. То есть, я как руководитель, я думаю, ни один там человек, который со мной работал, меня ни в чем не упрекнет. Хотя футболистов Успенского много было, но я перед всеми свои обязательства всегда выполнял в срок. То есть, никогда там, ну, про меня такое нельзя сказать. И хочется, наверное, и от футболистов, и от администратора, от тренера видеть такие же, свою сторону отношения. Вот, я думаю, это самое главное. Ну, мне кажется, вот где-то вот эта тренерская скамейка, она немножко, да, сработала с тобой не в унисоне. Это как ты хотел, начиная действительно от администратора, да, и заканчивая тренером. Да, все-таки, какой-то осадок тебе, я так понимаю, потому что мы были все там рядом. Мы во время игры, да, выгнали его немножко со скамейки за неправильное поведение. Мало, за что он, конечно, был штрафован после. Ну, я говорю, изначально поездка, вот, когда, знаете, вот, изначально все идет не так. Вот, в принципе, тут так и пошло. То есть, надо было, я считаю, то, что вообще не надо было ехать. То есть, у меня была последняя надежда, что эта поездка слотит команду и в дальнейшем, как бы, это поедет на пользу. А получилось только все хуже намного. Ну, это уже там внутренняя кухня, которую, как бы, раскрывать не хочу. Но, как бы, я считаю, надо было оставаться дома, может, и получше что-то сложилось. Ну, выход в плей-офф сплотит тебе команду. Ну, такое. Подходим. Да, возможно, возможно. И, Эльдар, да, самый главный вопрос, который давай поговорим, это, конечно, смена тренера вот в середине сезона. Чемпионат России это была, вот, все, капля. Нет, я, честно, скажу, что к Александру Голевцу очень хорошо отношусь. Это решение получилось так, что я поговорил со многими. То есть, и с Костяком, и с футболистами отдельно. Все звонили там после Сочи. И со вторым руководителем команды, нашей Антоном Гончаровым, тоже мы все обсуждали. Он тоже там был. Вот. И потом я познал Александру, сказал ситуацию, как она есть. И, то есть, как всегда в футболе бывает, я не смогу поменять 25 футболистов и оставить тренера. Ну, вы понимаете, да? Ну, понятно. Поэтому, как бы, к Сашу, ну, честно, к Сашу очень хорошо отношусь. Вот, как бы, он свою работу выполнял, но бывает то, что не складывается в команде. Ну, вот. И, как бы, обоюдным решением получилось так, что Александр и мы прекратили сотрудничество. Ну, вот, все-таки, что с подвига? Давай. Кратко прям. Ну, я... Что не сумел сделать коллектив, игра немножко была не та, может быть, которую ты хотел бы видеть. А по игре я не могу судить, потому что люди... Александр опытит у меня намного в футболе. Я не могу судить по игре. И, как бы, я ее поставил. Ну, ты... И есть сам свое видение у меня. Ну, да. Потому что ОФЛ я давно тоже... Как там ты делал? Ты руководитель, ты имеешь право хотя бы диктовать, что ты хочешь. Ну, условно, как Галлицкий-то, извините. Но, я говорю, без какой... Без химии и коллектива никогда не будет подвигаться. Никогда. Поэтому, как бы, ну, не сложилось с коллективом, наверное. Хотя молодой коллектив, и Александр работает тоже с молодежью. И поэтому изначально выбор был сделан в его сторону, потому что он уже работает как раз с детьми, с молодыми. Но вот в этом, наверное, отличие то, что дети и молодые, это все-таки разница есть. То есть, там, дети до 17 лет. И трудный ребенок Леонтир, да? Ну, и вот. Как я люблю его называть. Да, да, да. Инфанте Рибель, да. А у меня почти все они трудные. Поэтому, что я понял. Такой возраст. Каждому нужен подход. Как бы я... Ну, изначально мы когда-то взглядели, то, что я говорил, что в Дни Мега Титан, здесь надо работать будет больше. В плане то, что надо все строить. Здесь каждый Меракул, то есть, надо подойти отдельно, что сказать, не понимаешь, что там приезжал Мега Танба образца того года, когда команда знает, что делать, как играть, куда бежать. Здесь, как бы, главное приехать, там все, чтобы была дисциплина, надо руководить. Здесь надо им устроить все от начала до приезда, заход в раздевалку. И вот пока они вышли, объявил состав, уже у тебя взгляд идет, переводил, кто не попал в стартовый. Ну, здесь это тяжело. Это молодые, тут надо работать как-то. Вот, к сожалению, Александр Голевец, да, не попал вот сейчас в такие две команды в сложный период. Ну, Мега Титан, естественно, Игорь Кротков требует результата здесь и сейчас. Вот, и в прошлом году, или даже правильно сказал, было все. Вот, тебе материал, вот, они сами выходят и играют. Вот, мне показалось, мы обсуждали это на передаче, да, Саша немножко начал, вот, тренерские вот эти игры, да, и, мне кажется, они немножко сгубили. Да, вот, вспоминая финал Лига Чемпионов, когда с тройкой, по-моему, когда там на полчаса команду запер, начал перестановки делать на фишечках, условно говоря. Вот, здесь, наоборот, надо было, как бы, отступить, дать просто играть команде. А вот, в Успенском, наверное, уже все-таки, здесь уже гораздо больше надо работать, строить команды. То есть, такого вот середины не получается. Нет, абсолютно точно. Вот, поэтому... Ну, расстались вы, так скажем, по-доброму, да? Ну, я стараюсь со всеми расстаться, как бы, это одно дело, когда ты работаешь, а другое дело, там, какие-то отношения человеческие, дружеские. За пределами футбола, то есть, конечно, я со всеми нормально расстался. Два-три человека, может, которые, там, с кем я за 10 лет расстался, не корректно. Скорее, пожалуйста, вот, Саша какие-то аргументы приводил, что я должен остаться, например, что... Нет, все все понимали в команде внутри уже, что, как, что будет дальше. То есть, ну, какие аргументы приведешь, когда ты понимаешь, что, как бы, надо делать этот шаг, и уже никакого не остановить. А кто сейчас будет, собственно, руководить? Ну, до конца декабря я буду руководить, а дальше посмотрим, там, перерыв, до марта все выдохнем, и уже посмотрим, что дальше вообще делается. Ну, тебе самому как хочется, все-таки, прикоснуться к творчеству тренерского цеха, или все-таки тебе нравится больше? Особенно после результата сразу же за один матч, да, по факту, победа, выход в 1-16-е? Ну, у меня такие матчи много, у меня, я и Титана выиграл, кстати, как главный тренер в том году, в Кубке Датона. Вот, 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 это еще один аргумент, да. Нет, ну, как бы, я же работаю с молодежной командой вместе с Асланом Готаном. Вот, в принципе, мне этого хватает, потому что я, может, даже и хотел, но для этого нужно время. Время не так много свободного, чтобы еще заниматься этим параллельно. То есть, если будет, скажем так, я готов быть главным тренером, если у меня будет качественный ассистент, который возьмет на себя подготовку, тренировки, а именно руководить на играх и, там, сказать, ну, нужные слова в раздевалке, это я могу. Вот, так, при таком формате я бы рассмотрел, вот, а именно полностью погрузиться для меня будет тяжеловато, но если еще, там, ну, не хватит на времени. Как Андрей Гольцов, да, в Кигеляхах, который в росте знаменитый, а тренер-мотиватор. Итак, скажи, пожалуйста, поздравил своих с выходом, с победой, вообще, что говорили, писали. Да нет, ну, все там, ну, все там, ну, и нагласно, вот, чат мог бы открыть, писали, все отскочили, как такое бывает. Ну, поздравлять не с чем было. Настроение поднялось в команде, наверное, да? Ну, поднялось, конечно, до, буквально через два часа, когда стало понятно, что мы играем с Гатаковыми, сразу настроение тоже. Тогда пусть вы, да? Ну, во-первых, это матч такой, как бы, ну, все, с Асланой работал, с Успенским, играл в Успенском, поэтому, как бы, два таких дружеских коллектива, не хотелось на этой стадии точно сходиться за выход в плей-офф. Поэтому, конечно, чуть подрастроились, было очень много вариантов, и, ну, как бы, Гатагово сейчас вообще, они в тройке, на ходу команда очень тяжелая. Ну, я, честно, тоже не люблю, когда на такой стадии две наши команды встречаются. Ну, это да, потому что одна из них покинет турнир, да? Не буду говорить, какая. И покинет, и мы наблюдаем все равно эти противостояния в чемпионате, да? Хотелось бы вот что-то все-таки, и где-то, чтобы приехала, так скажем, иностранная команда. Иностранная. Не западная. Ну, я, в свою очередь, хочу сказать, что вот часто между друзьями, да, да даже вот между братьями, родными, такие зарубы бывают? Да нет, а у вас тоже зарубы приличные в футболе. Это же набор не мешает обыгрывать и подкалывать потом? Нет. Понимаешь, там-то идеально. Последний тур вы играли как-то 5-5 что-то там было, да, по-моему? В первом круге мы зарубились. 5-6, это вот последний тур после чемпионата. А, это тогда мы зарубились, и в этом году уже мы играли. Мы в ничью 1-1 сыграли, вот, и там тоже на эмоциях. Ну, как бы мы постараемся отключаться, конечно, на этот час там во время игры. Вот, но так-то мы очень хорошо, близко общаемся, поэтому с Асланом тоже обсудили, он мне сразу написал, когда увидел. Ну, ничего, будем играть. Ну, что он написал, берегись? Нет, вообще, как бы, берегись. Это посмотрим, конечно. Нет, ничего не хочу сказать, но в этом году команда супер, они играют, очень достойно. Кто фаворит этого противостояния? Этого? Гатагова. Тактично. Ну, Аслана будет спросить. Да, интересно будет. Эльдар, ну, давай поговорим о всех наших командах, которые есть у нас в Кубке ЛФЛ. Начнем мы с группы А. Феникс 9 ездил на выезд к беде, и беда, которая казалась, ну, одним из фаворитов группы, это опытный боец, ты прекрасно знаешь. Начали, кстати, они здесь, здесь на Сетоне свой еврокубковый путь, ничего, с Феникс 9-3-3, а на севере как раз Феникс обыграет 5-3. Для меня это было небольшой, небольшой неожиданностью. Даже большую неожиданность. Тут, наверное, беда, мне кажется. Вот они же потеряли Егорушкина, который к нам в ЦДН на запад перешел, да? И Митичкин перешел в ЦДК, из-за чего-то России выступал. Вот два лидера были беды, мне кажется, конечно, не до этой потери сказалось. В том году, потому что я вживую тоже смотрел, мы с Динамой как раз сыграли игру, и я видел вживую, как раз они так и играли там вдвоем. Весь результат от них и был. Два маленьких бегущих. С ними вообще ничего не сделаешь, они когда бегут, там только одни фолы. То есть, на это с ними, ну, команда играла, убежала. Сейчас, видимо, тяжело такую потерю восполнить. Митичкину вообще говорили, что все, он напоминает молодого Заварова. Нет, для меня он вообще больше в любую ина такой. Маленького роста, быстренький, хороший. Я бы отметил все-таки Феникс 9, потому что это первый вообще опыт в Кубке ЛФЛ команды. Сходу занимает в достаточно непростой группе первое место. Ну, очень круто. Без поражений вообще прошли. Удивительно, нет? Как ты думаешь? Нет, я так, ну, даже взять Феникс 9 по заявке, тут открыть. Тут все игроки опытные, все поигравшие в ЛФЛ, ну, ни одной новой фамилии. И профессиональный поигравший. Да, профессиональный поигравший, там все футболисты. То есть, это не сказать, что команда там с нуля, откуда-то вышла со второй и начала играть. Ну, команду собрали под задачи, я так понимаю. То есть, нет, я только за, тем более во всех Еврокубах всегда до нашей команды болею. Я очень-очень рад, потому что как раз я переживал, что мы вылетим в ЛФЛ. Но в итоге дальше прошли, идем, как говорится, без потерь в Кубке ЛФЛ. Ну, на самом деле, первое место, вот что хорошо, она дает прямое попадание в 1-8 финала. То есть, весной не надо сейчас играть. А во-вторых, с учетом того, мы поговорим еще о Лиге Чемпионов, с учетом того, что две команды спускаются из Лиги Чемпионов в Кубок ЛФЛ, будет нашими командами просто пестрить 1-8 финала. И если фаворитом, ну, не знаю, мне лично казалось, может быть, усадьба Банна немножко, потому что они в Лиге Чемпионов выигрывали, ну, сильная, действительно, очень команда, то теперь вообще фаворитов сколько стало, да? ЦДК, Титан, там, Мега Титан, все спустились, поэтому вообще ничего не понятно. Там такая будет мясорубка, да. Нет, да, но я думаю, что это Титан. Ну, интересно, интересно. Ну, Титан просто после Чемпионата России здесь тоже такой ключевой момент. Нет, ну, это пока игры у них, получается, будут только через как раз весной, они уже соскучатся по этому чувству. Ну, хотя, да. Ну, как команда провела просто Чемпионат России, низких поклонг главному тренеру, Сашу, молодцы, очень, очень достойно, про реальная команда, очень понравилась. Ну, результатом подтвердили, собственно говоря. Давайте группе Д посмотрим туда Трансконтейнер. В принципе, перед матчем он уже обеспечивал себе выход, это точно. С первого места, ну, гарантировал себе, но в случае, опять же, вот этих результатов, как казалось, может все произойти, мог и не занять, да, первое место. Если бы четыре мяча пропустили. Да, играли как раз со сферой, но пропустили два, в принципе, что для Трансконтейнера, да, не характерно. Но я вам скажу, что, ребят, очень была слабая игра. Я не ожидал Трансконтейнера, что так, и после игры Павел Савойскин это отметил, и есть какие-то там внутренние моменты, да, которые я узнал, и почему были не в форме. В частности, Павел Крылов не в форме, и вот Трансконтейнер легенды. И тяжело сразу становится, но Трансконтейнер хорошо провел, в принципе, эту группу, и поражение 0-2. Да, и имели право, имели право, да, Трансконтейнер. Можно, Эльдар, причислять транспортников к одним из фаворитов? Трансконтейнер, мне кажется, вообще это самая организованная команда в ОПЛ, которая есть, на мой взгляд. То есть ты знаешь всегда, чего отжидать, когда они будут играть. Они тоже об этом знают, но обыграть их вообще очень тяжело. Они знают, что ты знаешь, да? Да, они все знают, что все знают, как они играют, но попробуй выйди и что-то сделай с этим. Действительно сложно. То есть, тем более, они же, получается, год назад выиграли кубок ЛПЛ. Да. Ну, получается, что... Да, опыт есть, да, они могут. В позапрошлом году, да, выиграли. Группа Е, это, собственно, твоя группа, да? Вот пролезть с Трансконтейнером можно, точнее, провести вообще нельзя. Это две прямые, которые никогда не пересекутся в плане игры. Успенская, это всегда вперед, какой счет и так далее. Это Трансконтейнер, это команда, которая умеет играть по счету, за суши. Я бы не хотел, скажу так. Ну, я бы не хотел бить такой футбол, как Трансконтейнер. Я все-таки больше такой бережность, наверное, такого открытого футбола. Там, ну, лучше выдать матч хороший, забить на угол, чем вот сидеть и сушить эту... То есть, Успенская, это премейра, а Трансконтейнер, это серия? Ну, можно так сказать. Сравнение хорошее. Но зато вопрос, результат или игра? Давай так, поставлю вопрос. Результат или игра? Я же всегда говорил. Я в радиалке всегда говорю, игра. Главное, как вот сыграют. Я говорю, проиграть всегда по-разному нужно. Можно выйти, получить мешок. Или вот как мы проиграли ФКСП последние 3-2. Ну, достойнейший матч в команде. Ну, сейчас еще поговорим о чемпионате. Группа Ф. Готагов поехал к дизайн-связисту. Дизайн-связист в прошлом году в Лиге Москвы играл более чем успешно. И вот второе поражение у Готагова именно от дизайна. Номенка с Асланом общался, он рассказывал тебе. Ну, по этой игре именно нет, но вообще у Аслана кубок КФ он на втором плане. У него перестепенная задача в чемпионате хорошая. Так что я хочу об этом еще напомнить сейчас перед Лиге Москвы. Какие задачи у него стоят. Ну, и как бы даже по составу видно, кто играет на кубке ОФЛ и кто играет на чемпионате. Но, тем не менее, вот это вторая строчка. И, наверное, к сожалению, к счастью для Успенского, да, это сейчас стык. Закончим год, еще эмоции немножко получим. Но все от поля зависит. Ну, кстати, вот Готагов и забил 11, пропустил 11. Интересный такой результат. Ровно ноль. Да, но два проиграли дизайн. Дизайн вообще надо заметить, что все игры выиграл, да? Там Орнат играет же, да, из CDM пришел. Там же Оленин, да? Да, да, да. Это хорошая команда. Там состав-то приличный, да, очень. Группа G. Идем далее. Здесь еще одна команда, которая, как и дизайн-суизиста, одержалась 6 побед из 6. Это Портер, приехал в гости как раз тоже команда, которая занимает вторую строчку. Это Домодедова. В первом круге, мы говорили, 8-1 была победа. Я, сейчас говоря, думал, что это похоже будет, а здесь 3-2 уперлась в Домодедово. Для чего, зачем? Ну, там еще больше было, надо забивать его. Там, ну, сколько, да, 7-0 надо было Домодедова выигрывать или 8-0. Ну, то есть, нереально было. Ильдар, скажи, пожалуйста, как тебе с Волной же выиграли? Помнишь, наверное, ребят из Волны? Я смотрел. Шмонин, да. Они же за Портером все играют. Да, я знаю. С и без Питерских ребят две разные команды. Абсолютно. То есть, там же игроки сборной, национальная наша сборная. Вот это, ну, хорошие, реально достойные игроки. Одни к меня, я думаю, никто бы не отказался в нашу фермию в Лиге. Ну, все, приезжали бы большинство команд за. Вот, ну, ничего. Посмотрим, кстати, выходной Портер. Ну, вот интересно будет. Не хотел бы, да, чтобы они приезжали? А мне все равно. У меня не будет моих ключевых игроков. Я же не буду об этом. Ну, что переживать. 60 минут и все возможно. То есть, все от этого зависит. Ну, вот, на самом деле, даже очередную передачу обозначить, что я не знаю, какой сейчас Портер. Как к нему относиться? К тому, который обыгрывает Домогедова, да, своими силами. Или тот, который обыгрывает днем ранее на Феникс 9, когда питерские ребята приезжали. А с ФКСП какая игра была? В общем, это обалдели. Ну, да. Просто обалдели. Когда Бирюков еле сравняли, там, да, Портер выигрывать должен был. Но, тем не менее, три месяца для того, чтобы подготовиться, есть. Да, ясно, еще далеко. И первое место, оно важно. И как раз от этих нервов. Ну, и группа на H. Прямо быстро пробежимся. Посмотрим только голы, которые были в этом матче. Было всего три. ЦДН, в принципе, себе забронировал место. И с первого места здесь его уже никто не мог подвинуть, даже при поражении. И поражение, оно, собственно, и случилось первое. Вот так вот. Интересно, что ЦДН большую часть матча он пропустил на первой минуте. Отыгрывался. Отыгрался на последней минуте. И умудрился пропустить еще в добавленное время. Это вообще чудо. Ну, тур неудачный для наших команд вышел, скажем прямо, да? Но, с другой стороны, вот в превью писали, что фактически все было решено до шестого тура. Ну, да. Все беспричные силы. Да, поэтому здесь экспоторг, кстати, мне понравилось. Ребята из мини-футбола, быстрые, интересные. Ничем не вступали ЦДН, честно. Все здорово, классно. Ну, мини-футбол в этом формате это преимущество всегда. А когда еще все играют? Дороги лучше заходят из мини-футбола. Ну, возможно. А когда у тебя еще партнеры мини-футбольные, тогда это вообще замечательно. Замечательно. Поговорили мы о Кубке ЛФЛ. Теперь пропустим мы Лигу Чемпионов. Поговорим о чемпионате, потому что хотим поговорить о нем с нашим гостем. В принципе, ничего интересного пока что не было у нас за это время. Но два матча отметим. Это, во-первых, победа Портера над Фениксом 9. Ты немножко удивлен, да? Все-таки думал, что будет какая-то борьба, наверное, да? Нет, ну да, придем, потому что я видел Феникс 9, по-моему, вообще никого не отпускал. Так что с крупным счетом я чуть не перепомню, кому они проигляли. Вот так команда очередь такая бьется. Титану. Нет, ну Титану не берем. Титан у нас пока как Парис Сан-Джермен. Разве все твои сомнения? Феникс 9 действительно не собрался. Очень много потерь. Ни Чмутина, ни Зинченко. И других футболистов не было. Было 8 человек. Замен практически не было. И это, конечно, сказалось на игре. Опять же, Заур Закарьяев, о котором мы много говорили, пиарили, интервью с ним выходило. Потому что он такой харизматичный достаточно футболист. Сейчас попал уже в немилость руководству. Где-то там внутренние какие-то моменты есть, что Закарьяев не вызывается. Может, это мы просто виноваты в том, что с этим интервью брали? Нет, все может быть. Я согласен. Может быть, но мы же не надеваем, так скажем, какие-то короны и так далее. Правильно? Мы говорим то, что видим. Мы стараемся, да. Даже иногда поддушуем. Иногда. Нет, ну всякое бывает. Кто такой? Ильдар, у тебя в команде любят больше всего славу, кого хвалить. Вот какой-то есть у тебя? Ну, он же не играет у нас, а так, я думаю, многие знают. Это Вячеслав Горбенко, который сейчас в Константе. Мне кажется, он главный персонаж. Ну, причем, если он играет, то это кто лучше. То есть, если ты его хвалишь. Ну, такой. Ну, такой бруталый Рэмбо у меня есть. И он очень любит хвалу. Ну, и был еще интересный матч твоей команды СФК и СП. Была, кстати, запись. Матч, первый матч после смены тренера. Провели, ну, неплохо. Действительно. Это что, эмоциональный такой эффект был после смены? Ну, действительно, качественно провели игру? Ну, скорее всего, да. Какие-то эмоции в любом случае. Там, ну, команда была заражена. То есть, все, кто был на поле. И скамейка. То, что я всегда просил, чтобы все были и не выпадали из контекста матча. То есть, те, кто сидит на скамейке, они должны, учитывая, что у нас там нет каких-то тифои на трибунах, болельщиков, должны помогать те, кто сейчас не играет. Должны тех подгонять, кто сейчас на поле. То есть, в любом случае, у меня нет такого, что кто-то приезжает и не выходит. Как бы, тех, кого вызвали, всегда играют. Но лишняя там поддержка никогда не помешает. И, правда, было очень много эмоций. Даже там на спиде. Я, пожалуйста, смотрел и хотелось его заметить. Потому что он, находясь на поле, прям, ну, видимо, что он может сейчас перегореть. Прямо перекипал. То есть, постоянно подсказки, кричат. Ну, именно команда была на поле в этот день. Тем более, пока СП это, как бы, это сильная команда. Что говорить? Ну, у нас еще грант, наш лидер. Поэтому было очень приятно выйти и показать качественный футбол. Действительно, я так посмотрел. Мне кажется, даже не могу вспомнить последний матч, когда он так именно по делу в счет. То есть, 3-2. Но, действительно, то есть, не то, что там, как многие говорят, да не отскочили, там не отскочили. Но по моментам равная игра была. И опять остался класс футболистов прокуратуры. И наша расслабленность. Потому что первый гол, когда забивал Тимур Гейслер, то он остался один на угловом во время розыгрыша. Да, да, да. Причем, мяч прошел через всех. Да, вот это одна из наших, наверное, главных тоже стандартных положений. Это Ахиллесова пята, ауты. Все взлетает у нас в лучшем пенальти. Ну, вот, а так, нет, мне очень понравилась. Честно, игра хорошая была. То есть, мы вели, и опять вели 2-1. Ну, чуть не повезло. Ну, там где-то свои не забили моменты. Там у Велика Корчагина тоже момент был хороший при счете 2-1. То есть, если бы 3-1, кто знает, как бы уже повернулся. А так даже, ну, прокуратура, чем она, ну, это действительно есть класс футболистов. Даже при счете 2-1 Кирилл Бирюков, так как, видим, как капитан, немножко так своим перекликнул, что, ребят, время еще есть, давайте сейчас все можем исправить. То есть, как бы, так и получилось, что 3-2. Обидно, но зато он не стыдно за игру. Так я могу подразумевать. Ну, это для Кипа тоже важно? Нет, конечно, важно. Во-первых, то, что все-таки, как бы, исполнял Деннис и я. Для меня было важно посмотреть вообще, как команду будет перестраивать, как они будут играть. И я в раздевалке отметил, что если так же он продолжил, то, в принципе, у нас осталось 3 игры в чемпионате. И хочется выиграть 3, чтобы все-таки побороться за топ-6, за топ-5. Вот это мы следующий год, аж без... Сейчас уже не представляешь, что команда без Еврокубков и там прочих КФЛ, чемпионатов России. Потому что все-таки, когда уже там поучаствовал, всегда хочется возвращаться. Чтобы сезон был максимально плотным. Ну что ж, Эльдар, спасибо тебе большое, что сегодня к нам пришел. Мы достаточно часто обсуждаем Успенска. И вот хочется пожелать, в первую очередь, тебе, чтобы ты определился и нашел свой путь для команды. Нашел оптимальный, так скажем, может быть, тренера, может быть, какой-то игровой рисунок. Но именно то, что нравится тебе и то, что подходит команде, чтобы у вас получалась какая-то именно стабильность. Вот это самое главное, мы тебе желаем. Да, спасибо большое, будем стараться. Но путь у нас есть. Все-таки мы больше, наверное, работаем с молодежью. А это, как всегда, все знают, не очень легко. То есть набрать какую-то команду. Ну, здесь хочется именно... Суть любительского футбола, ты как бы там тратишь свои финансы. И, наверное, это все-таки хочется, потому что у тебя была именно команда какая-то. Потому что у нас есть там тренировочный процесс. Какие-то еще, помимо этого, там часто, в принципе, команды собираемся. И, в принципе, есть какой-то именно коллектив. Вот именно хочется, наверное, этого. Поэтому молодежь, как ты с ней работаешь, она растет. И потом, там, через 3-4 года эта молодежь уже окрепнет. И, мне кажется, учитывая, что мы добьемся своей цели, которая сейчас перед нами стоит. Ильдар Зарипов, руководитель команды «Успенская». Ну, и самое вкусное, самое интересное мы оставили на потом. Это, конечно же, Лига Чемпионов. Спасибо Ильдару Зарипову, что помог нам разобраться с Кубком ЛФЛ. Но и были в Лиге Чемпионов неожиданные результаты. Максим, ну, наверное, поговорим о тех группах, где были наши команды. Группа «Б» здесь, слава богу, все достаточно просто для нас. Более чем. ФК «СП» со стопроцентным результатом обыгрывает в последнем туре «Трафта» и выходит в 1-8 финала Лиги Чемпионов. Ну, поаплодируем, да, прокурорам. Конечно. Единственная команда, которая выиграла все 6 матчей. 31 забитый мяч, больше всех на групповой стадии. Да, пропустили тоже 10, при том, что в соперниках будут СДК и Селти, команды, которые умеют забивать, которые умеют атаковать. И здесь это большое достижение. И скажу о том, что мы так критиковали ФК «СП», наверное, по первым турам. Но действительно, результаты, по крайней мере, в чемпионате были не самые лучшие. Но вот Лигу Чемпионов команда провела очень уверенно. И вот хотелось бы, чтобы такой вот настрой, такая игра, ну, сохранилась на весну. Это очень важно. Тем более, что соперник, в принципе, ну, относительно проходимый. Да, Бобр – это все-таки не «Гефест», не «Интер», не «Тройка». Да, с Бобром, наверное, все-таки ФК «СП» однозначно будет фаворит. Ну, мне кажется, да, прокуратуре, если бы дали выбирать из всех, я думаю, что Бобр был в числе тех, кого бы они выбрали. Ну, да. Да, ну и вот последний матч ФК «СП» еще проводит хорошо. Мне кажется, к Кириллу Бирюкову добавляется вот Леша Тринитадский. Такая фигура достаточно, на мой взгляд, знаковая, да. Через него вот многое строится и забивает. Вот он с Успенским забивает победный гол. И вообще вот через него много идет игра. И там уже Бирюкова развязывает руки. Мне Тринитадский очень нравится. Да, согласен, согласен с тобой. И ты знаешь, еще Сергей Мажухин тоже в такой удивительной форме находится. Я думаю, что до этого он не всегда, мы же знаем, да, что учитывая конкуренцию в составе прокуратуры, не всегда получает много игрового времени. Но сейчас он просто на пике. Я думаю, сейчас будет тоже такой фигурой знаковой. Ну и главная сенсация этой группы, это, конечно, не выход от ЦДК. Да, ЦДК, который два тура назад еще был на первом месте. И казалось, что позициям армейцев и чемпионов ничего не угрожает. Но за несколько матчей турнирная таблица поменялась кардинально. Так что ЦДК оказывается на третьей стройке. Ну, потому что ЦДК, который бронзовый призер в чемпионате России, не хватило Бирюкова и Тринитадского, чтобы выйти из группы, наверное. Ты понимаешь, что перед матчем ЦДК нужно было не проиграть там чуть ли не в пять мячей. То есть гандикап достаточно приличный. Армейцы умудрились проиграть в 8-2 и занять третье место. Это, конечно, ну, наверное, сенсация. Если бы как-то по-другому складывалось, то я бы мог предположить, что ЦДК займет третье место и выйдет Селки. Здесь вопросов нет. Но то, как это случилось, это, конечно, никакие вороны. ЛК в 8-2, но я не верю просто в этот результат до сих пор. Ну, вот надо сказать о том, что чемпионат России повлиял, как ни крути, Макс. Но, к сожалению, да, где-то эмоционально, психологически, физически это дает о себе знать. И, наверное, не хватило, вот, к сожалению, на важнейший матч. Вот немножко неудачно в календаре попал именно на функциональную, наверное, яму. В группе С здесь Мегатитан, который по традиции уже, наверное, мы называем фаворитом группы, как минимум, в этом году не выходят совершенно из группы. И, к сожалению, ключевой матч оказался с Фемидой, которая проиграла все пять матчей, но одно единственное ничего, она зацепила в первом туре против Мегатитана. Вот они, ключевые очки. Ключевые очки, но не в шестом туре, а в туре первом. В туре первом, конечно, да, потому что обыграть Интер, сыграть ничего с Селтиком 2 и проиграть Фемиде, сыграть ничего с Фемидой, прошу прощения. Ну, сравни поражение. Да, сравни поражение. И вот, видишь, как аукнулось 100%, Мегатитан дожал Фемиду, здесь 6-3, но, к сожалению, это уже, наверное, для себя подняет настроение, потому что Мегатитане тоже очень такой сейчас непростой период, переходный. Есть новички, молодые, неопытные, которым нужно время. И, конечно, нужно доказывать самим себе и руководству о том, что они все-таки профпригодны. Поэтому, ну что ж, мы ведь нас ждем в весенней части Кубка ЛФЛ. Мегатитан там еще не играл, может быть, вот стоит начать свое восхождение именно тут. Обычно команда выиграет Кубок ЛФЛ, потом уже и можно Лигу Чемпионов. По шажочку, поступательно, да, ты, конечно, выиграет сначала Лигу Европы, а потом уже Лига Чемпионов. И группа Д, Макс. Здесь я вижу твою реакцию, но практически как группа Б. То же самое я буду сейчас, наверное, говорить. Применимо, конечно, только к Титану. Гефест себе обеспечил давно уже выход из группы. Вот решал второе место, что Изумруд 86 и Титан. Честно, я так неоднократно говорил, что вот Изумруд 86 может побороться и так далее. Да, это опасный соперник, но я, честно, не верил. Я думал, что Титан железно выйдет из группы. Но футбол такая штука, что за две минуты можно сначала подняться в гору и тут же спуститься кубарем и попасть в Кубок ЛФЛ. Да, после того, как Титан там разрывал на Чемпионате мира, то, что вытворял на Чемпионате России, там громил просто всех подряд, да, выиграл турнир. Я, честно, думал, что просто будет разгром из Умруда. Потому что, несмотря на то, что они серебряные призеры Северо-Востока, несмотря на то, что там Зайка в воротах, что там есть Краха и другие квалифицированные садеков, другие квалифицированные футболисты, я думал, что Титан, ну, крупненько так, где-нибудь 4-1 спокойно выйдет из группы. А тут такое. Я, честно говоря, тоже был крайне удивлен. Ну, нет, Максим, я здесь все-таки с тобой не согласен, потому что Титан ехал в гости к Изумруд 86, который, ну, обладает вполне приличным составом. И для них это была, во-первых, это для них была ключевая игра. Титан, ну, все-таки, вот, переизбыток футбола, он сказывается. Наверное. Это физиология от этого, к сожалению, никуда не деться. И вот, опять же, как и ЦДК, вот эти ключевые матчи, они выпали вот именно на первые матчи после приезда из Сочи. На первые матчи, да, после приезда из Сочи. Но, ты знаешь, у ЦДК, вот, если мы сравниваем, может, да, две группы, то нет такой скамейки, да, объективно, как у Титана. Мы вот чуть ли не в каждом трансляции отмечаем, что на каждую позицию четко есть два человека, да, и плюс еще там несколько людей, которые могут тоже подстраховать. Но все равно так случилось. Да, я согласен, ты знаешь, Титан, вот, не казалось таким уставшим после чемпионата России, как та же Тройка, да, как еще каким-то. Наоборот, сказали, что США, да. Да, наоборот, сказалось, что сил много. Это, конечно, немножко так наводило на мысль о том, что Титан должен действительно обыграть из Умрут. Ну, вот поэтому мне казалось, по крайней мере, не проиграть, а выйти дальше из группы. Но вот, как показалось, что все равно не обмануть себя и действительно играть очень сложно. Поэтому мы не можем сказать Титану, что как же так, а почему. Ну, все как бы объективно, но в то же время обидно. За три месяца команда могла бы восстановиться уж точно, да, и уже к Лиге Чемпионов подойти в полный боевую готовность. Но Кубок ЛФЛ становится просто сумасшедшим. Вторая Лига Чемпионов сформировалась, по сути, да? Да. Вторая Лига, действительно, очень много интересных команд. Максим, давай проанонсируем Лигу Чемпионов, Кубок ЛФЛ и Западный Чемпионат, о котором мы поговорили. Про Кубок ЛФЛ мы отмечаем дерби такой друзей Успенской Аслан Гатагов. Начнется оно 8 декабря и 22 декабря. Ну, а Лига Чемпионов у нас отправляется уже в весеннюю стадию. В апреле ФКСП съездит сначала в гости к Бобру, но потом, соответственно, третий матч дома сыграет. Ну и, наконец-то, у нас какая-то движуха начинается в чемпионате, потому что будут у нас интереснейшие матчи. Портер играет с Успенским, который, посмотрим, будем ждать питерский бестант Портера и такую отважную игру Успенского. Ну и, конечно, суперматч, суперматчище, по-другому я сказать не могу. Это ФКСП Титан, мы его покажем в прямом эфире, это однозначно. Ну и ЦДН Мега Титан тоже матч, который заслуживает внимания. Но ФКСП Титан все-таки стоит особняком. ФКСП набрал форму, Титан надо реабилитироваться за поражение от Изумруда, вообще будет топ. Да, кстати, ФКСП Титан, понятно, что это суперматч всего чемпионата. Будет великолепная игра, мы, наверное, показываем ее в прямом эфире. Ну и по Мега Титану ЦДН хочу сказать, что вчера я встретил Александра Куксова, который вчера уже играл в футбол. О, интересно. Да, и ждем Сашу на игре против ЦДН. Он пока, конечно, не в максимальных кондициях, то есть пока не поворотом, может быть, он не будет так часто бить. Но говорит, что вполне возможно, что против ЦДН сыграет. Это еще вот одна дополнительная интрига. И хотел тоже еще отдельно отметить, что впервые у нас чемпионат полностью, все 7 матчей будут сыграны. Тоже впервые это встречается. Вот такие интересные события. Да, ну и после небольшой паузы мы поговорим о первом дивизионе. Друзья, для тех, кто невнимательно смотрел прошлую передачу, напоминаем о том, что мы предупреждали, что уйдем на небольшую паузу в связи со чемпионатором России. Поэтому выйдем мы не сразу, как обычно. Но вот сейчас наступило время, и мы в студии поговорим о первом дивизионе. За это время у нас случилось несколько интересных матчей. Один из них был как раз 10 ноября. Феник 99 встречался с Турбиной, которая в последнее время набрала очень неплохой ход. И в этом матче вновь продемонстрировала свое итальянский футбол. Итальянский футбол 2-1, перевес на один мяч. Да, действительно, Турбина, вот отмечал, кстати, наш корреспондент Роман Шестак, что большее количество матчей Турбины выигрывают в один гол. Здесь, наверное, сказывается тренерская роль в этих победах. Ну и вообще Турбина, ты говоришь, набрала ход, забралась команда на третью позицию. И я посмотрел, 8 матчей команда уже не проигрывает. Это, я не знаю, Паша Судов, может быть, подскажет. Возможно, это рекорд. Но я думаю, по первой лиге уж точно рекорд. Во второй наверняка было больше. Но в первой лиге вот так вот. Шесть побед и две ничьи, Турбина на третьем месте уже. Потом была победа над Портром 3-4-5 с разницей в один мяч. Но вот один матч, который все-таки выделяется из этого списка, это победа над «Ультрой» со счетом 6-2. Неужели так сказывается отсутствие Павла Смыка? Да, травмировался Паша Смык на чемпионате России, который сквозной нитью проходит по нашей передаче. Паша Судов интересовался. Но вынуждены мы, в частности, и в «Пермдизионе» упоминать эту тему, потому что Павел Смык – это не только капитан-руководитель на поле, просто он нужен. И, конечно, вот эта травма сказывается, что сейчас скатывается команда на пятую строчку. Были на первом какое-то время. Лучший бомбардир в составе «Ультры». Но, да, действительно, без Смыка не то пальто, как говорится. Ну да, достаточно серьезно, потому что еще «Ультра» несколько туров назад занимала первую строчку, а теперь уже даже сейчас не в тройке. При том, что вот сейчас череда матчей с топ-командами, это вот с «Турбиной», это с «Атлантисом». Здесь вообще, Максим, 4-8, поражение. Ну, игра была, знаешь, такой пим-понг. Забивали одни, то другие. Но «Атлантис», когда это надоело во втором тайме, «Атлантис» забил 4 и довел дело до уверенной победы. Ну вот, понимаешь, «Ультра» сейчас-то так колбасит. То вверх, то вниз. Хотя, опять же, на «Ультра» сейчас уже настраиваюсь, тем более, когда ты играешь с верхней частью турнирной таблицы. Ну, «Атлантис» вообще любит такие пим-понги. Он же там 10-7 там, да, или даже 10-8. То есть, с «Арсеналом», по-моему. Да, да. То есть, «Атлантис» вообще, по-моему, кайфует от таких счетов. Ну, «Ультра». Я думаю, что Павел Смыкл присутствует на матчах. Ему, наверное, это серпом по одному месту такие результаты. Ну, вот «Атлантис» со своими конкурентами играет достаточно уверенно. Победа со счетом 4-2 над «Фениксом» 99. Этот матч тоже попал под запись. Голы мы можем наблюдать. Ты знаешь, вот что здесь? «Атлантис» рвется вверх, а «Феникс» 99 наоборот. Такая череда. Вот поражение «Турбине», поражение «Атлантису». И вот сейчас не все так. «Балтики» при «Балтике» в последнем туре 2-3. И в «Эссайду» 2-4 скрутились. Получается, у «Феникса» вообще 4 поражения подряд, а в «Атлантисе» наоборот 8, причем 3 из них прямым конкурентом. Прямым конкурентом, да. Кроме «Эссайду» действительно проиграли прямым. «Балтики» в один мяч, «Атлантису» в два мяча, но при этом «Феникс» 99. Что это все-таки? Но «Атлантис» 4. Мастерство не прослешь. Ты знаешь, что, первый вопрос Макуса про «Феникс» 99, это календарь все-таки, где было попроще, и сейчас лидеры, и уже не хватает команды. Я думаю, что календарь, конечно, сказался, потому что подряд такие матчи, то есть 3 сложнейших поединка. С «Балтикой» очень неудобно играть, вообще всем командам. «Балтика» и «Арсенал» — это вот такие колючие команды, которые отбирают очки, а «Балтика» еще и прихлопывает нижние команды, лидируя в какой-то степени. Поэтому календарь, безусловно, здесь сказался. Но я думаю, что «Феникс» 99 в итоге в пятерку попадет. То есть таковые матчи может рассчитывать, я думаю, в любом случае. Ну, а «Атлантис» куда попадет, как-то думаешь? «Атлантис» может чемпионом стать вполне, но в вышку не пойдет. А вдруг? Ну, я не знаю, что должно переубедить «Атлантов». Они могли и в прошлом сезоне туда спокойно зайти, заняли четвертую позицию, но тут же отказались от стыков. И неоднократно уже Андрей Акименко и прочие говорили, что лучше здесь... Понимаешь, что стыки — это играть летом, никому не надо. Вот если напрямую, может быть, «Атлантисту» попроще будет решиться на вот этот скачок. Ну, и то не хотят. Тут, мне кажется, уже финансовые какие-то рычаги только могут повлиять, какие-то значительные, если будут, бонусы. «Атлантист» сильно отличается от остальных у нас, как ты думаешь? По уровню мастерства. По игре. Я так скажу, что у «Атлантисты» не самая сильная оборона. Ну, и это видно по статистике. Но они такое ощущение, что... Ну, это просто вещи банальные, но по факту у них самая сильная, конечно, организация атаки. Тут играют мастера, и здесь-то вопросов нет. Когда собираются все. Да, но есть такие команды, как «Кегли», которые встают к «Линам», вот этой тевтонской свиньей, и, пожалуйста, 3-0 «Атлантист». Да, но при этом «Кегли» проигрывает «Заречи», прошу прощения. Да. Вот 1-4. Вот как так? «Заречи» проигрывает, проигрывает, проигрывает там многим, раз – обыгрывает «Кегли». А «Заречи» очень не хочет вылетать. Они тренируются, они злыми выходят, и у «Заречи» было какое-то огромное поражение тоже, количество поражений подряд, и они, собственно говоря, как на последний бой выходят на все матчи. Поэтому «Кегли», я думаю, просто недооценили «Заречи», получив 4 от них. Но зато сумел настроиться «Арсенал», который в последней туре обыграл 6-4. Но это наш первый дивизион, где события бурлят, и никто не знает вообще, как что может. Ну, может, то есть, все, конечно, предполагают, всегда есть фавориты, и вот в «Контакте» в группе голосуют, там матч-туры убирают, и ставки делают, кто на победу, там есть команда, когда просто там все ставят на одну команду. Но не шибко удивляется публика в чате, когда происходит обратное, и по фаворит проигрывает. Вот отметил бы я еще «Мистерию», который сейчас набирает очки, набирает ход, и действительно, неспроста, такие мастера, как там Дмитрий Холестов, тот же Максим Ромашев и так далее. ребята из, футболисты из «Москвича» говорили о том, что сам играющий – это «Мистерия». Действительно, «Мистерия» мне тоже понравилась. Несколько туров назад вот «Барс» встречался с ней, и на меня произвело очень приятное впечатление. Команда играющая, команда, ну, мне понравилась «Мистерия» здорово. Я удивился, почему она действительно идет ниже, низко так. Вот, ну, сейчас вот берет свое, и уже сколько, 3-4 победы подряд. Да, но мы с тобой уже сказали, что, и много раз уже говорили, что «Атлантис» – это атака, «Кегли» – это оборона, а «Мистерия» – это вот такой баланс. У них нету, может быть, таких топов, как «Атака Атлантиса», и нет такой организации в защите, как у «Кегли». Но в целом, в целом, это вот что-то такие вот весы. «Мистерия» в последнем туре обыгрывает «Дюпель» 13-2-1, и я знаю, что там очень радовались тому, что на игре не присутствовал Вячеслав Илюхин, пожарник. Со штрафными? Ну, и со штрафными, наверное, и в качестве игрока, то, что и ведет игру, и все-таки такие передачи, и как он видит. Но это топ игрок, это очень сильный. В свое время, да, наверное, он был, ну, как Бирюков, может быть, но по уровню, не по манере игры, по уровню, поэтому… Ну, звездой был. Но сейчас он был главной звездой. Да, сейчас он крут, потому, что он все-таки в такой работе сфере, где нужна как раз здоровье, сила, поэтому в любом случае он хорошо держит себя в тонусе, но я говорю, положение, конечно, круто. И без него Дюппелю тоже, пожалуйста, тяжелее. Я бы еще отметил пару матчей. Честно говоря, хотелось бы отметить, Максим, это Барс Портер. Ну, старейшее дерби, конечно. Я тоже думал, что наистарейшее, что ты об этом скажешь, но есть еще Портер основной. С каким Портером мы играли, непонятно. Вот этот старейший или который играет… По форме у них не поймешь. Наверное, все-таки тот основной, но здесь играет Ковальчук, и для нас, и для него это такое дерби, которое никто не хотел проигрывать, все бились, и, честно говоря, достаточно эмоционально была игра, но все по-футбольному, действительно чувствуется этот накал, что проигрывать ни в коем случае нельзя. Ковальчук там, я так понял, что за всю команду бился, к сожалению, хотел по присутствии на игре, но не получилось, но я смотрю просто по фотографиям Игоря Нечаева, нашего любимого фотографа, Максим Ковальчук что-то не на каждой второй фотографии, это о чем-то говорит, что он в каждом эпизоде там участвовал. Ну, тебя там тоже, кстати, много. Да? Да. Ну, пришли потом, Максим, смотри. Смотри, про дюпель, кстати говоря, давай поговорим пару слов о поражении, две нищи с Арсеналом 5-5, это вообще как-то и с константой 2-2. Сейчас что, сказывается отсутствие пожарника так или почему так происходит? Думаю, да, отсутствие пожарника, конечно, весомо, потому что он зачастую результат обеспечивает, ну и плюс, опять же, неудобные соперники с Арсеналом всем тяжко, да, константа приличная, вот вспоминали себе, Славу Горбенко, да, который там играет, да, ну и Филатов, да, и Тарасов, то есть такие игроки-то там очень квалифицированные, да, поэтому команды просто тяжелые, и дюпель, ну дюпель не хватает стабильности, не хватает стабильности. Вот опять же, да, отмечаем, что может обыграть кого угодно, а может и сыграть ничью, раз и 5-5 с Арсеналом. Арсенал вообще, кстати говоря, никогда не думал, что не мог так играть. 5-5 в прошлом туре, 10-8 с Атлантисом, боже, разве это Арсенал, думаю я, такого быть не может на самом-то деле. Да, но при этом Арсенал набирает очки, опять же, может кого угодно обыграть и где-то и проиграть и потерять очки. Ну, как сказал Кекс, что это крабы такие, крабы кривые. Ну, вроде как кривые, но в то же время краб это, то есть, или такая элитная. Ну, и Максим, все-таки почтим память Евгения Бакланова, да, и действительно хорошо то, что Арсенал продолжает его путь, его деятельность и особенно благодарность, конечно, мы говорим этой команде. Корнееву и его товарищам. Большое спасибо за то, что вы держите Арсенал и держите его в хорошем тонусе. Макс, ну, я думал 5-5, но куда уже, я думаю, больше. Но есть, оказывается, еще матчи. Еще смешнее. Еще смешнее. Ну, я не знаю, смешнее, не смешнее. Макс, твоя атлетика с ойсайдом 7-7, это вообще что-то такое давненько не видел. Ну, вот 10-8 Атлантис, но там кто-то хоть выиграл. Ну, а здесь просто ничья, 7-7, в хоккей что ли играли? Да, просто ребятам я сказал, что матч будет сниматься, вот, и как бы все прихорошились, ну, все прихорошились, прическу сделали, да, и, в общем-то, постарались как можно больше отличиться, забыли про оборону, вот, ну, и, Рома Зверев, наверное, тоже своим сказал, что будут снимать, такой шанс, вот, кстати, не знаю, попал ли какой-либо гол в этот, мы сейчас стали топ-5 лучше голов делать, ну, вот, может надеялись, что попадем в рейтинг, может быть, какой-то гол и попадет, вот, так что, ну, а так, если серьезно говорить, то, конечно, заруба ожидалась такая серьезная, потому что, так получилось, что и мы, и Westside находимся на грани зоны вылета, вот, боремся за выживание, и, соответственно, это был матч, вот, как принято говорить, за 6 очков, и все это прекрасно понимали, поэтому, все просто хотели, каждая команда хотела больше забить, и игра переворачивалась, то есть, мы и выигрывали 3-1, выигрывали даже 6-4, потом проигрывали 7-6, там на последней минуте забили, и на последней атаке, на последней секунде мы счет сравняли, вот такие вот качели, совершенно, Максим, интересно, что на следующие выходные, то есть, которые прошедшие, вы вновь пропускаете силу, забиваете 3-2, это вот становится уже какой-то недоброй традицией, на самом деле, что происходит? Ну, вот мы сейчас разбор полетов-то и проводим, что у нас к атаке претензий нет, да, к нам пришли Петр Павловичев из ФКСП, да, Ян Шанин из Трансгаранта перешел к нам, вот, действующий профессиональный футболист, только Сахалин он играет, но сейчас пауза, вот, Андрей Стайн у нас, кстати, вот мы сейчас на стыковом месте находимся, Андрей Стайн, 3-4 место, Сатошкин делит как лучший бомбардир, ну, ну, это хорошо, здорово, Максим, ну, можно забить и 100 голов, но при этом команда вылетит, ну, я вот и говорю, что группа атаки нет, претензий, да, забиваем нормально, забиваем красиво и достаточно много, но, да, есть вот конкретно у нас претензии к оборонительным действиям команды, и сейчас перестраивать планируем игру, конечно же, будем налаживать в этом компоненте, то есть для меня вот эти вот пропущенные, сколько там мы уже напускали, 73 мяча, да, это за рамки вон выходящий, тем более ты знаешь, да, что я, мои любимые считают 1-2-0, даже в формате 8 на 8, поэтому для меня это просто, ну, шок, как каждый раз, поэтому, конечно, мы будем этот компонент усиливать. Максим, давай посмотрим на турнирную таблицу, вот так у нас она за эти две недели поменялась, Атлантис ворвался на пьедестал почета, 41 балл, далее Кегли, Турбина совсем рядышком, 39 баллов, Феникс Ультра, и Дюпель по 30, Феникс 99-34, Ультра, Дюпель 33, Константа уже 32, которая была вроде сейчас в середине, Чума, Чума класс, вообще, есть команд, по сути, на данный момент, которые могут занять с первого по десятое место, и еще Мистерия, если она так продолжит, я думаю, что через пару туров подберется, то есть будет теоретически 11 команд, блин, это просто класс вообще, да, вот эта борьба за эти стыки, я лишь хотел бы пожелать, чтобы эти стыки реально случились, да, ну, чтобы, может быть, расширение, пример лиги, да, чтобы реально, вот эти три команды, которые в стыковые матчи попали, чтобы вот они реально бились за выход, в пример. Макс, ну, давай не будем пока далеко так заглядывать, я думаю, что еще в следующем году мы обязательно об этом поговорим, подискутируем и так далее. Немало. Да, а давай посмотрим на таблицу бомбардиров, здесь у нас изменения минимальные, Евгений Горячев, как и был лидером, так и остается, уже 29 забитых мячей, второе место Николай Сосонкин, на Феникс 99-23, Артем Антошкин и Андрей Стайн, кстати говоря, твой подопечный, да, по 21 забитому мячу, и Андрей Митрофанов, константа 20 мячей. Вместе с Юрием Васильевичем из Арсенала, да. Да, и вот, наверное, только так выделяется Евгений Горячев, но посмотрим, как сейчас Сультере уже внимательно, наверное, будет играть, совершенно другой настрой, получится ли, когда по-другому на тебя настраивается, команда забивать. Вот, но пока запас у Горячева более чем хороший. Ну и, я, Максим, говорю, каждую неделю можно смотреть, заглядывать в турнирную таблицу, она будет меняться. Это очень здорово, это интересно. Мы благодарим все команды, которые участвуют в первом дивизионе за вот этот интересный футбол, за то, что есть о чем поговорить, и вот так смотреть одно удовольствие. Согласен с тобой абсолютно, и по-прежнему вот это то, что зубодробительный вылет шести команд и еще одна в стыках, да, это тоже заставляет, здесь своя, так что ты вот эти обозначил команды, да, но здесь всегда своя тоже есть шайка, которые там бьются не на жизнь, а на смерть за то, чтобы сохранить место под солнцем. Ни одна команда, сейчас, включая Ватутина, да, не сказала о том, что ну ничего там, если вылетим, ничего страшного. Ватутина активнейшую селекцию, селекционную политику проводит, и вернул сейчас Алиных и Сметанкина, лидеров прошлого сезона, и, наверное, не просто так возвращает своих лидеров в команду, тоже Ватутина хочет остаться, и здесь тоже будет очень жарко. Супер. Класс, здорово. Ну что ж, друзья, поговорили мы все о том, о чем хотели, собственно говоря, в этой передаче, увидимся через две недели, поговорим уже о вторых дивизионах, ну а сегодня для вас вели передачу Михаил Меркулов, Максим Киселев. Играйте в футбол, до свидания. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok